теперь нам по центрам по центрам надо сделать 32 вот так есть плоскость есть поверьте его так нет сейчас наоборот наоборот приложи вверх ногами тебе сварка уже не даст сейчас все уровне за какой на на пятый день работы начни до рычагов сколько рога качели выходит 32000 под ключ 32000 реклама там у нас контейнер м29 то есть на левобережном для строительном рынке уставляем вертикали по тонким профилям пока прикидочно выглядит вот так вот здесь делали кронштейн первоначально амортизатор планировать вставлять туда сейчас будет закрытый макферсон как бы не открытый у нас вот этот рычаг не будет ходить относительно вот этой студии будет рычаг профилем соединен вместе с вот это то есть это будет одна большая лапа надо перекусить сегодня у нас борщ очень костный салат теперь особой картошка с гришом гайдин 408 горбок с бутылками холодный прости холодный но очень вкусный же ничего сварочник выставили выставили отсюда плоскость с равным расстоянием чтобы наметить вот эту дырку под реактивную тягу тоже активно как называется получается все эти реактивные сейчас они все эффективно сейчас нам надо прихватить рычаги чтобы сделать лапу сейчас шевелить эту конструкцию нельзя сейчас это выставлено идеально короче я не знаю как подвеска называется закрытая лапа макферсон и таких в мире короче не существует это первый первый вариант это же 3 подвеска на машинах первые две я покажу в ближайшем видео первые два варианта потому что первоначально предполагалось танковая подвеска на рычаги так а здесь там макферсон соответственно макферсон входит вот так колесо а танковая подвеска у нее другой ход все совершенно строго вертикальный а здесь ход колеса по вертикальному радиусу я стою с жопой вверху за машиной снимаю женя варит электродом без очков горит одеяло горит одеяло теперь у нас бывало все там даже маска не налазит у него под машиной опять горит все вытаскиваем провариваем 8 надо цеплять женя уже 25 раз точно залазит под машину скоро он меня пошлет на фиг уже как бы прихватил не прихватилась надо полуавтоматом значит а лучше приходит почему на и сваркой можно продолжаем жить одеяло подложили пластину металлическую догадались все снимаем так вот это вот вот такая лапа будет сейчас мы будем все обваривать здесь и вырезать лишнее поможешь ехать это тоже нас убавил опасное дело подписываемся на канал 300 плюс да там же ничего нету ничего не стартим два профиля можно сквозь это просто вот этот профиль он не яски поэтому она сверлится а вот те продолговатые не вязкие бы нет там толщина такая же было просто маленькая насколько зашло 22 на дрель исправляет раскрут хорошая дыра получилась огонь сверла брал на алиэкспрессе ссылка под видео ничего не затупилась пока напыление снялось немного края видите так такой же практически острый край как и был ссылка под видео а это зачем а ты примеряешься если мы ну да где маркер маркер пол беды надо выставить здесь чтобы вот она стояла посредине сейчас выставим выставляем потому что сейчас потому что сейчас у нас общая высота выставлена в середину ну что палец если вот так вот он станет будет выходить все у нас пружина будет да ничего у нас не будет мешать да там все нормально очередные болты и гайки эти по 70 да да гайки по 15 крепкие автомобильные у них крепость 8 границ гравера списаться тысячи мелочей ответ нагрелся по центру это под вот эту тягу специально по длинче приварил потом мы их можем отпилить в любой момент все расстояние мы любое тут можем сделать ну понятно просто потом дырку заварить придется я считаю какую дырку ну какую если мы будем туда-сюда ее таскать то дырки будут нет 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 мы одну сейчас дырку сделаем я просто длинче приварил специально чтобы мы смогли сейчас сделать какое нам нужно расстояние а потом край обрежем просто там на машине можем на машине можем здесь сейчас просто сделаем сколько нам надо полтора сантиметра от вот этой вот от края до балки до балки так даже ближе можно ну вот так да вот так да официальный станок для сгибления пока загрунтовал просто грунтовочкой чтобы не ржавело уже себе чуть глаз не выбил наткнулся на эти на профиля на острые но против солнца не видно было ни хера сейчас поедем ставить и проводить первое испытание правда здесь мы перестарались приварили пока такие уши но это временное мы будем срезать и делать прикручиваемые ну болтах как вот здесь вот потому что это блин вообще порнография поторопились в общем с вами сейчас все закрывалось уже опять дворник подметает ну да покартируешь у нас все вкусно у нас все вкусно у нас все вкусно а это еще на цирк вы брали по-моему да 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 я все время у вас беру очень вкусные очень вкусные блины это блины ребята я не удержался опять заехал зато да да откуда едете или вы в омске в омске а в омске из омска в омске класс шлем вообще огонь ямаха две ямахи приехали на испытание время по 8 надо успеть чтобы пристегнуть данную конструкцию надо засунуть эти два рычага туда и вставить шпильку затянуть гайки потом поставить сюда реактивную тягу и как она называется и воткнуть амортизатор в общем закрытый макферсон все шпильку вставили вот я лень надо же под домкратить а то амортизатор не встанет домкратим домкрат офигенный не знаю как зимой будет просто ходить пошел и затягиваем гайки шуруповед у меня сел поэтому так пока стягиваю здесь затягивается один раз сниматься отсюда не будет для тех кто не понял все потом ставим амортизатор замеряем давление в этом колесе вставим 2 бары грубо 1 бар и устанавливаем активную тягу если она активная не помню неважно сюда здоровый каленый болт советский прочный вот натягиваем попадаем надо сейчас попасть и затянуть его камера мешает потому что он на максимальном вылете находится сейчас домкрат чуть-чуть опустим то колесо вон как вылетело сейчас мне надо все это сравнивать будет опускаем он должна покороче так пружина пошла первый раз опускаю не знаю что будет выдержит аморта или нет тут болт я сейчас кручу все он попал потому что я балбес вместо шпильки сейчас поставил болт без гайки просто без шайб потому что здесь должна быть сплошная шпилька выходящая вот сюда там трубка приварена а я ее забыл у сварщика поэтому пока ставил болтик не знаю на сколько его хватит и закручиваем этот болт айёб твою мать через камеру смотрю не знаю выдержит он или нет посмотрим затянули отпускаем не знаю сейчас будет амортизатор наверное в космос улетит потому что там болт не закрепленный поехали кажется с богом первый раз так амортизатор сжался мы по ходу очень сильно ошиблись с ходом с ушами вот с этими с петлями амортизатора хода осталось 4 сантиметра из 10 а должно оставаться сейчас 6 в итоге получилось это кореша еще не села а то уже села больше чем надо хода осталось всего 4 сантиметра вместо 6 даже 7 на этом режиме наверное но я не я чтобы не поехать маленько не испытать но без ям уже естественно потому что хода нету вверх поехали трогаем не знаю что будет что там будет скорее всего вылетит амортизатор прям по одеялке поехали еще сжался он еще на сантиметр корницо это держит 100 кг максимум может лопнуть нахер потому что оно одно сейчас а я его выкатываю на полную нагрузку амортизатора осталось 2 сантиметра колесо наехало на кочку вот сука страшно выкатились под домкрата как говорится все машина села съехали с красного одеяла моего любимого тут у нас теперь осталось пять пальцев а было 4 неужели оно так сильно подняло машину одно ну конечно потому что пружина сжата вон как в дребезге болт пока на месте что едем дальше и что амортизатор снизу не пристегнут просто болт вставлен без гайки и болт вставлен вообще коротенький а там шпилька нужна во всю длину то есть он вылетит ну не знаю что будет наверно повредит шток внизу амортизатора мне это снимать сбоку надо все это дело кто-нибудь бы поехал бы так-то прикольно инструкция крайне необычная ну и кстати пружина подобрана вообще хорошо потому что вот это колесо сейчас на одном баре максимум 1,4 в нем можно надувать потому что оно без корда без железного только на нейлоне на нем так написано нейлон ну а я заговариваюсь вот начал говорить поэтому сейчас оно практически не сжато на одном баре это то что надо и приподняло чуть ли не на сантиметр клиренс вот эта маленькая пружинка там осталось сантиметра 3 наверное вместе с отбойником с резином но это мало то есть мы ошиблись на два с половиной сантиметра надо поднимать вверх амортизатор этого хода здесь у нас пять сантиметров расчетных вверх пять сантиметров вниз так вот пять то есть здесь только амортизатора всего два с половиной поэтому будем поднимать амортизатор выше соленблок нормально себя чувствует посмотрим надо короче говоря амортизатор поднять поездить нормально с ним погонять позаворачивать по кочкам погонять будем его испытывать по полной программе пока она не пойдет в отбой Здесь дальше будет обрезаться вся эта железяка, чтобы не мешала, чтобы был просвет побольше. Обрезаться вплоть до двух третей сайлентблока, по низу и по углу срезать будем угол. Вот он ход, вот этот 5 сантиметров, чтобы он отбивался в балку. А сейчас я могу просто на кочке сломать нахрен этот амортизатор и все. Ну потихоньку сейчас прокачусь. Сейчас вот так вот кружок сделаем. Увеличивается генетика, да? Все, он снимает, там циферка бегут. На это колесо все время. Хорошо. Поворачиваем, поворачиваем. Я как инвалид еду сухой. Ну оно, по крайней мере, ездит нормально. Просто я переживаю за ход штока амортизатора в этот ни хрена нету. Сейчас буду смотреть видео, насколько оно ходит, насколько ходит шток. Изучать. Тут расстояния хватает нормально, где не трет. Это тоже выдержал. Сука. Непонятная конструкция вообще. Кстати, оно, как ни странно, выровнялось сейчас практически. И стоит вертикально вместе с этим. Ну то есть оно стоит-то нормально, в принципе. Как мы его выстояли, просто хода амортизатора не хватает. Вот с этим мы профанулись. И с этими ужасными петлями тоже. Завтра мы переделаем сюда на профиль, на прикручиваемый. Чтобы этой порнографии не было здесь. Вот этих уголков. Робка вылетела. Сейчас еще покатаюсь, посмотрю на него сам. Не через камеру, а то я сейчас снимаю. Сам ни хрена не смотрел даже, как это все работает. Короче, продолжение следует. Ну это там, не закрепленный еще. Так стоит крепко. Вся машина шатается. Тут я гайку не затянул. В общем, первый опыт. Ну, дело в том, что это колесо не так сильно вот так ходит, как ходит вот это. И вот это мне не понравилось. Становился возле дорогой горы песка. Даже не знал, что здесь такая у нас насыпана. Надо будет сюда на машине попробовать заехать. Будем испытывать теперь второй вариант подвески. Закрытый или заблокированный снизу Макферсон имеет слишком большой ход. Хотя длина рычага отсюда до туда такая же, как у этого колеса. Ну, этот открытый Макферсон, и он ходит, грубо говоря, вот так вот немножко. А этот прямо сильно ходит. И изменяет расстояние, соответственно, от порога до края колеса. Оно меняется более сильно, чем на том колесе. Ну, тут как рассчитать. Только делиться опытным путем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова